и компромиссно. Вот то, что я бы сказал по ситуации, связанной с позицией Евросоюза. Отвечу сразу в отношении перспектив нашего саммита в Ницце, а также перспектив соглашения. Я считаю, что в этой ситуации, шарик, что называется, на стороне наших европейских партнёров, мы не хотим никакого ухудшения отношений, мы не считаем правильным решение о приостановке обсуждения текста нового договора. Но если так захотелось нашим европейским коллегам, пожалуйста, никакой катастрофы не произойдёт, даже если мы будем договариваться по этому договору в течение более длительного времени, чем мы на то рассчитывали. У нас вообще в течение года на эту тему дискуссия даже не велась. Ничего, отношения развивались, и довольно неплохо. Оборот рос, торговые отношения выстраивались, инвестиции шли. Поэтому я считаю, что решение о приостановке работы над соглашением, как минимум, носит спорный характер. И в любом случае само по себе это решение не нанесёт какого-то колоссального вреда российским интересам. Ну а перспектива саммита, я считаю, что нам нужно обязательно встречаться, обязательно общаться. И мы сегодня некоторое время, правда, небольшое, посвятили этому вопросу. Мы говорили о том, что неплохо бы встретиться и поговорить по самым широким вопросам взаимодействия между Россией и Европой. И в этом смысле Ницца является вполне нормальной площадкой. Во всяком случае, мы будем готовиться к этому мероприятию максимально тщательно. Все очень просто. Во-первых, я думаю, что Европейский Союз имеет совершенно сбалансированную позицию. Если вы посмотрите тексты решения, единодушного решения Европейского Совета, он осуждает непропорционально действия России. Если мы говорим о реакции, значит были какие-то действия. У этих слов определенный смысл. И я считаю, что таким образом мы действовали сбалансировано. Второй момент несогласия. Мы считаем, что Россия не стоила односторонним плане признавать независимость Абхазии и Осетии. Есть международные правила, которым стоит следовать. Это вот два момента, которые вызывали между нами проблемы. Третий момент. Документ, который мы подписали сегодня, который мы представляем сегодня, президент Медведев и я, если этот документ вступит в силу, согласие президента Бороза, я не вижу никаких оснований с тем, чтобы встречи между Россией и Европой, которые были перенесены на сентябрь или с сентября, не возобновились бы в октябре. Все совершенно ясно. Мы хотим и партнерства, мы хотим мира, и вряд ли кому-то нужно противостояние Европы и России. Необходимо, во-первых, чтобы слова действительно имели смысл, и мы провели переговоры по документу с председателем Бороза, председатым Медведем и мной, и, несомненно, по-прежнему существует стратегическое партнерство между Россией и Европой. Франция прибыла сюда с тремя целями, которые были удовлетворены. Во-первых, вывод войск, даты для этих переговоров и, возможно, наблюдатели. Господин российский президент, хотел бы спросить у вас в том, что касается европейской стороны. Были ли с европейской стороны признаки чего-то, что признается идея независимых Южной Осетии и Абхазии? Вы добились здесь какого-то прогресса? Ну, вообще, лучше бы этот вопрос, конечно, задавать нашим коллегам, чем мне. Тем более, что у нас не было цели сейчас обсуждать с нашими коллегами и с президентом Франции, и с нашими коллегами по Европейскому Союзу вопросы о признании Южной Осетии и Абхазии. Мы для себя этот выбор сделали. Этот выбор, и я об этом открыто говорил неоднократно в ходе наших телефонных разговоров с Николя и с другими моими коллегами, этот выбор является окончательным и бесповоротным. Наше решение носит безотзывный характер. Акт признания состоялся с точки зрения международного права, имея в виду теорию возникновения государств, два новых государства возникло. Все остальное покоится на том, кто в какой момент принимает для себя такие решения. Вы знаете, что процесс признания уже пошел. Я уверен, что этот процесс будет набирать обороты. В какой момент к этому процессу присоединятся страны Евросоюза, зависит от их позиции. Не бывает никаких вечных решений. Мы прекрасно понимаем, что в этом мире все меняется, в том числе и позиции, касающиеся непризнания тех или иных новых государств. Это реальность, с которой придется считаться всем, в том числе и нашим партнерам по Евросоюзу. И я уверен, что и сейчас это так понимается. Но конкретные решения и конкретные даты признания, конечно, на сегодняшней встрече не обсуждались. Но если наши коллеги готовы будут сделать это, здесь и сейчас, то мы, конечно, возражать не будем. Я благодарю президента Медведева за то, что он высказал как представитель европейского мнения. У нас было четыре цели. Вывод российских сил и четкий график. Это сделано. Развертывание международных наблюдателей. Принято рассмотрение вопроса беженцев, потому что необходимо сказать, что это не связано вопросом независимости. Это вопрос беженцев, важный вопрос. И, наконец, ответ на ваш вопрос. Международное обсуждение. Если международные обсуждения начнутся в Женеве, значит, есть что обсуждать? Вот таков мой ответ. Нас это обнадеживает. Михаил Петров, агентство ИТАРТАС. У меня вопрос к обоим президентам. Каково ваше мнение относительно необходимости выработки новой концепции международной безопасности? Не кажется ли вам, что после Ирака, Косово, Южной Осетии всё, что действовало в этой сфере раньше, рухнуло? Спасибо. Я думаю, что те примеры, которые вы назвали, с очевидностью свидетельствуют о том, что прежние подходы к обеспечению международной безопасности показали свою слабость. Я не так давно на эту тему говорил, когда объявил о пяти принципах, на основе которых будет строиться российская внешняя политика. В качестве второго важнейшего принципа я назвал принцип отказа от однополярности и недопустимость доминирования любых государств на международной арене. попыток решить все вопросы за мировое сообщество, как бы ни назывались эти государства. Даже самые большие и уважаемые страны, такие как Соединённые Штаты Америки, не вправе определять правила игры для мирового сообщества. Для этого есть специальные институты, организации объединённых наций, региональные организации. И они-то и должны внести свой вклад. Что касается неэффективности системы безопасности, то совершенно очевидно, это связано именно с тем, что в кризисных ситуациях эта система дала сбой. Именно в силу своей однобокости и однополярности. Именно в силу желания решить возникающие кризисы.